Дом на улице Корякина в Краснодаре начали строить 18 лет назад. Фирма успела продать часть квартир в недостроенной многоэтажке, после чего обанкротилась. Компании менялись, но объект завершить так никто и не смог. В итоге 600 человек обманутых дольщиков. Мы шутили уже, что это наш дом можно отнести в книгу рекордов Гиннесса или занести в книгу рекордов Гиннесса. Потому что он оказался с самыми большими проблемами. Нам сообщили, что в октябре 2005 года он будет готов. Ну, собственно говоря, мы с семьей, как и многие, я не единственная, нас тут северян очень много, переехали и увидели, что дома нет. Все изменилось, когда мэрия Краснодара подписала соглашение с новым подрядчиком. По нему инвестор обязуется возвести дом за собственные деньги. Рядом на участке построят еще два здания. В итоге и дольщики, наконец, отметят новоселье, и строители, которые взялись доделывать проблемный объект, должны покрыть свои затраты. Мы приступили к активной фазе по нашему соглашению. В 2019 году, до конца 2019 года, мы должны завершить строительством данный объект и приступить к вводу в эксплуатацию. Мы рассчитываем в 2019 году, в общем-то, и ввести этот объект в эксплуатацию. Благодаря совместной работе краевых, муниципальных властей и инвесторов, в этом году на Кубани планируют завершить 18 долгостроев. Чтобы люди скорее въехали в свои квартиры, в регионе приняли новый закон. Согласно ему, фирмы, которые берутся за недостроенные дома, без торгов получают землю в качестве компенсации. Конечно, все соразмерно с затратом инвестора. Однако проблемных объектов за долгие годы накопилось столько, что свободных участков просто не хватает. Вокруг Краснодара нет ни одного клочка свободной земли. Ни одного. Ни одного. Она вся у кого-то. А мы не можем найти клочки. Ищем компенсационных участков. А вокруг пояс Краснодара, пояс земельных массивов просто простаивает. А почему нельзя сделать изменение в федеральный закон, чтобы мы могли изымать эту землю в интересах государства, в частности, под решение проблем обманутых дольщиков? Ну, давайте добавим к тем пунктам, где изъятие в определенном порядке для государственных нужд. И этот пункт мы компенсируем этому собственнику, арендатору стоимость земли в рамках государственной стоимости. Я сейчас фиксирую ваши предложения и с Владимиром Владимировичем Якушевым мы их обсудим. Предложение губернатора на совещании по вопросам обманутых дольщиков поддержал депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Он возглавляет рабочую группу по защите прав дольщиков в партии власти. Без помощи на федеральном уровне решить проблему в регионах практически невозможно. К примеру, только в Краснодарском крае 45 непривлекательных для инвесторов объектов. Чтобы достроить их, необходимо приблизительно 22 миллиарда рублей. Мы самое главное, мы не достраиваем те, которые стоят наполовину или только на фундаменте. Сроки должны быть сжатые, сроки должны быть короткие, время уходит. Инвестор привлекательно стеряется, цены растут. Одними уголовными делами не решишь, мы это видим. Сегодня нужны экономические рычаги для решения вопроса. Серьезный толчок в решении проблем обманутых дольщиков дала совместная работа краевой администрации с прокуратурой, следственным комитетом и полицией. В прошлом году в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено больше 170 дел. Однако некоторые вопросы приходится решать в ручном режиме. Речь в частности об обманутых дольщиков жилого комплекса кино в Краснодаре. Из-за юридических разбирательств больше тысячи пострадавших человек ждут ключи от квартиры. Этих людей нельзя бросать на произвол судьбы, обратился Вениамин Кондратьев к мэру краевой столицы. Все-таки вопрос с кино. С кино. Вопрос опять же... Я думаю, что мы должны уже финал счастливый увидеть в этом фильме. Мы готовим исковое заявление, которое должны подписать дольщики и с этим исковым пойти в суд. В судебном порядке, не снимая ареста, мы перерегистрировали право бы на решение суда. Это такое возможно, допускается на непосредственно нового инвестора с обременением прав дольщиков на этот земельный участок, чтобы право у них не ушло в период перерегистрации. Тогда когда выйти с искомку? Ну, я думаю, что готовы будут на следующую неделю. Вот давайте 12-го часа вы выходите. 12-го часа вы выходите. Вы же пришли. 12-го марта. Вы не показываете, вы его сдали в суд. 12-го марта. Однако в попытках быстрее завершить долгострой нельзя забывать о качестве возведенных домов. Сами дольщики озвучили главе региона примеры, когда объекты уже ввели в эксплуатацию, а вот сопутствующая инфраструктура оказалась недоделана. Дома сдали в эксплуатацию, однако, в общем-то, в саму суть, как их сдали в эксплуатацию, что они не подключены ни к коммуникациям, что в каждом из подъездов, литера 18, протекают крыши, люки, что нет освещения в некоторых помещениях, не проведены. Оно в рабочем порядке, правильно, говорит Александр Ильич, должно решаться. Если они стучатся, не открываются, конечно, она вынуждена ее озвучить здесь. В спросе вопроса, я понимаю, на проблему многих, многих. Поэтому надо сопровождать, на самом деле, их после того, когда дом сдан, он по факту сдан, понятно, а по сути, по сути, там еще работать и работать, скорее всего, нужно. Поэтому, чтобы мы их не бросали, на самом деле, вот этих людей. Прошу здесь общего взаимодействия. Если мы начнем раздраиваться, разбиваться, не дай бог, войдем в ситуацию противостояния, вообще никто ничего не достроит и никто не выиграет, кроме тех, кто пытается призвать кого-то в вашем лице к каким-то активным действиям. Но не конструктивным действием, не конструктивным. Потому что ничего из этого хорошего не будет. А кому-то выгодно сегодня превратить проблему дольщиков в политику, вот тут не дайте это сделать. Это не политика, это жизнь, жизнь людей. Серьезным шагом в защите прав дольщиков должны стать изменения в федеральный закон, которые вступят в силу с 1 июля. Новая схема финансирования заключается в том, что дольщики будут вносить деньги на специальный банковский счет, а застройщик получит их только после завершения объекта. Целевое расходование средств окажется под контролем уполномоченного банка. Это позволит избежать мошеннических схем при строительстве, которые во многом и приводят к появлению обманутых дольщиков. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Алексей Комаров, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует...